США и Румыния Для чего НАТО? Морские учения со страной, у которой нет ни одной подводной лодки А также что может противопоставить Россия Рассказал постоянный военный эксперт накануне ТВ Вице-президент Академии геополитических проблем Владимир Анохин Своим присутствием они как бы поддерживают своих союзников У которых сейчас проблемы выше крыши И с беженцами, и с экономикой, и с прочими вещами, и с нестабильностью Поэтому лишний раз поддержать союзников своей мощью Но это вполне нормальная такая политическая задача Это демонстрация флага, не более того А когда США пристегивает к себе украинский флот, болгарский флот, румынский флот То это, знаете, такая показуха, показная солидарность того, что мы сейчас вот как вместе соберемся Честное слово, это не форма давления 21 века По словам эксперта, Черное море для современного флота представляет собой мышеловку В которую можно зайти, а вот выйти может и не получится Любой корабль, входящий в акваторию, обнаружит на себе зеленую метку прицела Российские системы обороны способны простреливать Черное море насквозь Вот и расстраиваются натовские вояки, не привыкшие к серьезным противникам Объясняет Владимир Анохин Я сразу вспоминаю этот несчастный фрегат с томогавками, который зашел в Черное море Его наш Су-24 облетал 14 раз Тот быстро ушел в Румынию, отвернув Остался там, а 27 моряков написали рапорт об увольнении Ну вот такое вот моральное состояние Понимаете, они привыкли воевать с папуасами А когда нарываются на серьезную силу, то у них почему-то энтузиазм проходит Они могут создать какие-то учения, которые будут связаны с взаимодействием военно-морского флота, авиации Может быть, стрельба ракетами будут Только не надо этого бояться, это вполне нормальный маневр Мы, собственно говоря, то же самое делаем Россия показала, что у нее есть не только системы обороны Россия запуском калибра с Каспийского моря показала, что и Каспий не лужа Что НАТО, в случае чего, получат по зубам и не только от России Масштабы этих учений по сравнению со средиземными морскими, они небольшие Они никак не повлияли бы на наши стратегические и оперативно-топтические планы А пункт ракет из Каспия, ну, во-первых, это большая техническая победа Во-вторых, это дипломатическое серьезное продвижение вперед А в-третьих, ракеты ведь проходили на территории Ирана и Ирака И это говорит о плотном взаимодействии вот этих четырех стран Нашей Ирана, Ирака и Сирии А это уже серьезный кулачок для американцев В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Экспертное мнение»